Накануне заседания Народного собрания тренер и отец чемпиона мира по грэплингу Александра Романова Анатолий Романов обратился в Народное собрание и исполнительный комитет с просьбой принять закон, позволяющий гагаузским спортсменам жить и тренироваться на родине, а не уезжать за границу из-за нехватки средств. Этот закон подразумевает, что наших спортсменов мы сможем здесь поощрить, наших спортсменов мы здесь можем удержать и для того, чтобы в дальнейшем наше молодое поколение могли также тренироваться, также приносить в копилку гагаузи и республики Молдова медали, не уезжая за кордон, как говорят другие страны. Закон о социальной поддержке выдающихся спортсменов был разработан Народным собранием. О необходимости его принятия не раз говорили депутаты Илья Узун и Николай Дудогло. По их мнению, спортсменов недостаточно поощряют в автономии, несмотря на то, что они привозят медали. У нас есть ребята, которые многократно завоевывали на чемпионатах Илья Узун и медали. Но мы говорим, что все, что было до этого года, мы не дадим по одному разу. А со следующего цепи, кто привезет медаль, мы должны платить эту конденсацию. Почему? Потому что спортсмены сегодня самые обездуемые. Посмотрите на них, у них ничего нет. Николай Дудогло также выступил с трибуны по этому вопросу. Он поблагодарил своего коллегу Илью Узуна за проявленную инициативу, а также поприветствовал спортсменов, присутствующих в зале. Действительно, наши спортсмены – это гордость Гагаузии. И в основном и наши исполкомы, и народные собрания, и все наши политики. Именно об этом все говорят, что мы гордимся. И, в принципе, узнаваемость Гагаузии больше всего только через наши спортсмены. Потому что спортсмены привозят медали и на чемпионатах мира, и участвуют в данных вельских играх. И здесь. Николай Дудогло также обратился к исполнительному комитету, в частности, к башкану Гагаузии Ирине Влах с просьбой поддержать закон. В свою очередь, исполнительный комитет согласен с инициативой о поддержке выдающихся спортсменов. По этому поводу выступил начальник главного управления по делам молодежи спорта Сергей Стоиногла. По его словам, в проекте закона стоило бы уточнить несколько важных моментов. Изполнительным комитетом была изучена законодательная инициатива. Хотел бы, чтобы, когда будет готовиться уже второе чтение, мы больше совместно поработали. По итогу, за представленный проект закона в первом чтении депутаты проголосовали единогласно. Более детальный его анализ совместно подготовят народное собрание и исполнительный комитет ко второму чтению.